Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games! С вами я, Скиф, и сегодня мы поговорим о Гвинке после патча, о жизни в нём и о жизни погодных монстров в этом патче. Собственно, я собрал колоду, колода ориентирована именно на рейтинг, я играю этой колодой в рейтинге, чувствую себя довольно комфортно там, и что позволяет мне жить погодными монстрами, в общем-то. Но почему эта колода для рейтинга? Во-первых, она не дешёвая, но в рейтинге дешёвой колодой особо делать, как правило, нечего. Особенно я видел видео на ютубе очень часто там какие-то мега дешёвые колоды, которые типа мега тащерские, но в них нет никакой, допустим, возможности получить преимущество по картам, что в Гвинте очень важно. Но если вы не получаете преимущество по картам, ну или пытаетесь получить хоть какое-то преимущество, потому что противники ваши будут очень часто это делать за счёт разных карт, тем более, что у монстров не так-то много вариантов получить преимущество. Для этих целей здесь у нас Оквист Лего и Авалак Лего. Соответственно, вот этими картами будем пытаться получать преимущество. Дальше. Раньше можно было играть чучелом, но сейчас у нас чучело переделали, оно играет карту сразу же. То есть вы просто второй раз её можете сыграть. То есть выложили, потом на следующий ход чучелом эту карту не берёте обратно в руку, а играете её тут же просто, немножечко усиляя. Но такое, то есть в этой колоде это никак не сыграется. Нам здесь именно Оквист нужен, он тоже переделанный. По-моему, у неё раньше было 4 силы, теперь 6. Убить его вряд ли у врага получится, его законтрить можно. Можно громом Альзура, но в топовых колодах, да, которые уже играются в сильное, ну, серьёзно в ранкете, как правило, ни у кого нет этого грома. Грибами вы уже сейчас не законтрите, грибы теперь троечку вообще отнимают. Ну, есть там пару карт, которые способны его законтрить, конечно же, или пару связок там в 2 хода. Но зачастую, ну, в половине случаев он как минимум сыграет у вас, и это очень круто. Это уже вам даст какое-то преимущество. Также здесь у меня есть Сара, потому что погода, само собой. Есть ключник, чтобы каких-то разбафанных жирных гадов вытаскивать из кладбища противника. Ну, также леший, это, во-первых, погода, туманников мы своих выдёргиваем, также волков он создаёт, которых можно подбафнуть, к примеру, громом. Ну, там надо быть аккуратным, потому что волки у изюмок мороза, а у нас ещё есть карантир. Потому что есть карантир, у нас есть, соответственно, ледяной великан, по этой же причине есть белый хлад, мороз, туман. Здесь у нас туман и ливень. Тем более, вот эти две карты, они по две погоды сразу накладывают, они сразу дважды бафают Сару. То есть она стройчика сразу до 9 единиц станет довольно удобно и выгодно. Также обычный туман, само собой. Ну, вот громов только два, одни вот эти на куски, чтобы с какой-то мелочью вражеской тоже бороться как-то. Чтобы нашу колоду перебирать, у нас здесь садики Дикой Охоты. То есть мы в первом раунде хотим сыграть всадников, хотим туманников достать, да, чтобы уменьшить объём нашей колоды и доставать нужные нам карты. Ну, и в общем, вот как-то так вся колода выглядит. Не знаю, тут ещё что-то на что-то можно ли заменить. Туманники у нас, соответственно, в тумане будут жить, поживать, добра наживать. У нас, в принципе, других вариантов особо нет. Чем-то мы заменить эти карты не можем, но тут всё очень важно, очень нужно. Туманники у нас также не подвержены воздействию погоды, что важно. Остальные все карты подвержены. Ну, там, остальные они больше для поглощения или для чего-то такого работают. Ну, в качестве лидера Эридин, потому что это 11 силы теперь, и также неузвим к погоде, что очень-очень важно для такой колоды. Давайте выйдем. Я уже, ну, неплохо, так я считаю, продвинулся по рейтингу, уже до седьмого добрался. Ранга, по всей видимости. Ну, и стремимся куда-то в восьмой или что-то около того. Давайте я список лидеров открою. У меня 43 победы, 27 поражений, 2 ничьи их. Ну, не супер топ, конечно, результаты. Но вполне себе неплохо, учитывая, что я, ну, не так давно вообще начал играть. Поэтому я думаю, что, ну, более-менее плюс-минус нормально. Как-то получается что-то делать. Ну, и давайте посмотрим колоду непосредственно в игре, что мы сможем с ней сделать. Конечно, вы будете проигрывать. Любую колоду вы будете проигрывать, спешу вас заверить. Главное, чтобы вы чаще побеждали, чтобы колода показывала свою эффективность. Против нас, кстати, тоже монстры. Ну, в основном сейчас многие играют на поглощение. Посмотрим, что он будет играть. Так, у нас два грома. Туманник нам определённо в руке не нужен. Воина Дикой Охоты. Штормскеллиги. Штормскеллиги может пригодиться. Я бы хотел конь золота. Во, Иридин. Хотя Иридин против монстров не особо-то, наверное, поможет. Если они не на поглощение. У меня всадник не зашёл. Твою мать, у меня на следующий ход всадники просто в руку вылетят. Получится не очень красиво. Что-то противник там задумался так серьёзно. Мне уже страшно, слушай. Что он там может сделать? Да, у нас ни одного всадника не зашло. Удивительно. Ну, давай проверим. Ну, у него, по крайней мере, нет туманников. Но это не значит, что у него нет древних туманников. Иногда есть люди, которые играют ещё через древних, как-то их разбафывая. Но после патча я таких не встречал пока, что не знаю. Через что мы будем играть? Ну, скорее всего, лешего надо будет разыгрывать. И потом волков бафать, потому что всадники не зашли. Всадники не зашли. Он у него тоже эридин. Чуть-чуть бафнутый. Раньше он был 10 силы, сейчас он 11 силы не даёт. И у нас оппонент что-то чересчур долго думает. Да, у него есть туманник. Тоже играем туманником древнего. У меня тут под бафать есть чем, как бы. Есть ли у него погода какая-либо? Да, погоду понерфили. Ну да, погоду понерфили, потому что теперь она в единичку сбивает. В единичку сбивает всё то, что было на вражеских существах. Но если погоду снимают, то, соответственно, баф остаётся. Так, оно теперь работает. Блин, если я сейчас лешего разыграю, у него есть, допустим, воины дикой охоты. Им выйдет некрасиво. Давай пока вот этого воина скинем. Посмотрим, что он ещё будет играть. Просто подвойно подставиться не хочу. Мне нужны все три единички. А ясная погода сейчас снимает погоду именно только с одного ряда. То есть её тоже понерфили. И, в принципе, плюс-минус. Мне кажется, как-то так оно выходит. Какой-то чувак, конечно, Миракли Джани. Миракл Джа. Или как ты там? Что-то там мучишь так долго. Ага. Так даже, да, ты играешь? Ты решил древнего этого перенести парня. Но давай вот так походим. Чтоб ты этих не подбафнул. Фиг знает, что ты там мутишь. Что у тебя за хитрая колода? А так же у нас сейчас чудовища каким образом работают? На столе остаётся та карта, которая была сыграна последней. Переделали способность чудовищ. По идее, как деба... Ну, как бы понерфили, получается, с одной стороны. С другой стороны, мы можем какую-то сильную приберегать и в конце её разыгрывать. Ну, как вариант. Чтоб она переходила. Того же Редина в конце. Ну, это вряд ли. Ну, вряд ли это всегда можно сделать. И это имеется в виду. Давай посмотрим, есть ли у тебя какая-то там ясная погода, что-то в этом духе, что-то ты будешь делать вот с этими ребятами. Виверну он сыграл. В принципе, я её залить, конечно, могу штормом в скеллиге, если что. Есть ли у тебя ещё кто-то воссадный ряд? Вообще-то, как ты думаешь, мы тут годами играть будем. И очень плохо, что у меня долбанных три всадника. Сейчас приколись, с двумя картами два всадника придёт. Это будет очень плохо. То есть, а всадники мне, по большей части, нужны, чтобы вначале они вышли, чтобы они колоду немножечко прокрутили. И чтобы, если что, на них можно было гром тот же накинуть. Гром, там, командирский рок, там ещё иредина подпихнуть. То есть, будешь ли ты сейчас иредина играть? Или подзабьёшь? Что-то у меня какие-то там адские стратегии разыгрываются, я уже прям боюсь. В голове, наверное. Или он чай пошёл заварить и как бы забил на игру. Пасует. Ну, окей. А, кто у меня последний? У меня последний воин дикая охота разыгран. У него останется виверна плюс этот. Ну, пускай останутся, ладно. Мне главное, чтобы не два всадника зашло в руку, как бы. Ну, если два всадника зайдёт, пофиг, я буду его на карту разводить. Вот если один всадник зайдёт, это хорошо. Давай, один всадник. Есть. Есть. Можно что-то как-то делать. Ну, давай всадников. Надо немножечко повытягивать из него карт. Ну, не немножечко, желательно, дофига вытянуть. Этим раундом я его вряд ли выиграю. Я до сих пор не понимаю, что у него за колода. Он как бы на седьмом или каком-то ранге. Что у него за колода? На чём она основана? Я покончу. Хоронить будет нечего. Вот это не очень приятно. С одной стороны. Но с другой стороны пофиг. Она сейчас влупит в этого парня на единичку. Так, а потом мы ещё можем вот этого парня вывести попозже. Мне сейчас этих разбафовать нельзя. Получается. Шторм с Келлиги. Хочу ли я сейчас играть? Или приберечь? Или приберечь? Хороший вопрос. Ну, давай посмотрим, есть ли у него что-то против. Пускай он сюда бьёт. Поединичку отнимает. Потом я ему подпихну воины дикой охоты. Вот второго. Её, конечно, круто сделали. Она раньше по всем вообще лупила на столе. Теперь она только по нашей стороне бьёт. Если, допустим, она сейчас до трёх его снизит, она потом следующим раундом сразу вот четыре единички отнимет. То есть у этого, у этого, ну у всех самых сильных. Такие дела. Поэтому тут надо быть аккуратным в этом плане. Парень, зря ты так долго думаешь. Я сейчас буду что-то мутиться, поверь. Я буду мутиться. Плохо, конечно, что там Енифер, но тем не менее. Моя задача вытянуть из тебя карты как-то. Что-то придумать. Бесполезно. Да. Он решил как-то так замутиться. Но я тебе не дам так сделать. Бежать некуда. Я тебе так не дам сделать. Я сожру вот эту. И бей вот этого парня. Ну давай, ну соображай. Ну камон, чувак. Я до сих пор не понимаю, что он там как играет. Какие-то связи, комбо я у него не вижу. У него не поглощение. Что у него за колода? На чём? Бежать некуда. На чём парень у тебя строится твоя колода? У меня вот такой вопрос к тебе. Стоит ли мне сейчас Иридина разыграть? Давай разыграем. Я хочу из него побольше карты вытащить за этот раунд. Да, бей сюда. Потому что я до сих пор не улавливаю стратегию, в чём она вообще строится. На чём строится. Ага. Так-то даже, да? Он хитрец. Просто хитрец. Давай я бафну вот сюда. Сейчас, правда, по всем трем зарядит. Вот, да. Вот это неприятно. Угу. Угу. Ну, здесь мне пасануть, скорее всего, остаётся уже только. Только пасануть. А он этих разбафнул. С другой стороны, я могу тоже рогом воспользоваться сюда. Ну, только смысл. Так, у меня оболака не было. Не было... Не было никаких возможностей получить преимущество по картам, к сожалению. Ну, да, десятка осталась. У меня тройка. Что поделать. Ага, ключник пришёл. Это хорошо, слушай. Чё, я тебя вытащить-то могу только вот этого парня. Ну, или виверну. Ну, виверну, наверное, вряд ли. Древнего туманника будем вытаскивать. А он сыграл всех воинов Дикой Охоты. Я теперь могу единичек своих наплодить. Чтоб потом под командный рог их подсунуть. Мороз. Хорошо, сразу пошёл. Мы играем ключника. Мы играем древнего туманника. И дальше через лешего. Ну, или даже можно через лешего. Можно через Иридина сыграть. Так, жди, Иридин одиннадцать. Я немножечко подставлюсь, поэтому леший. Есть ли у него что-то, что стерёт моё... Сотрёт. Стерёт. Бешеных волков. Ну, если что, я сюда могу рогом как бы дать, да? В принципе же вариант. Что ты будешь играть. То есть у нас, по идее, четыре карты здесь. Тоже четыре, которые мы можем бафнуть. Это двадцать плюсом. Сюда мы можем поставить пятую. Это будет двадцать пять плюсом. Под командным рогом. Вот на это у меня расчёт. Единственное, что тут бешеные волки, они в погоде уязвимые. Но он, по идее, уже свой мороз потратил. Я думаю, навряд ли у него есть что-то, какая-то возможность. Иридина же он играл. Да, кого? Да, карантира. У него ещё может быть второй этот. Иридин, по-моему. Или кто он там? Который тоже, по-моему, с эффектом мороза. Ну, маловероятно. Я так и не понял, в чём суть его вообще колоды. И чё он так долго думает? Есть что сказать напоследок? А, сжечь. Но особо нечего сжечь, парень. Давай. У меня тут разбафанных существ нету. Двадцать пять не набирается. А, нет. Двадцать должна быть общей силы наряда. Больше. Или равна двадцати, чтобы у нас Геральт Игни мог чё-то как-то сжечь. Ну, окей. Так, ну ты проиграл. У тебя один с плюсом. Это чё, у тебя тридцать семь. А я бафнусь. Как-то так. Только так он долго думал. Так он долго думал. Господи. Такой ты у нас покемон. Так, две сто до восьмого, кстати. Ну, где-то рядом. Так, ну погнали. Ещё одну игру посмотрим. Ну, я очень удивлён. Какая-то действительно очень странная у него колода. Как он вообще до этих рангов? Он с этой колоды шёл? Или это он просто решил потестировать внезапно? Это очень странная колода. На чём она вообще была основана? Что там за какая-то идея? Никакой идеи, по всей видимости. Бронзовый отряд на вашей стороне поля. Сыграть его точно купим. Но он скорее или золотить будет, или пиктур. Пиктур, по-моему, тоже понерфили. Играть. Посмотрим. Так, ну вот. У нас уже есть оквист. Хорошо. У нас оволак и оквист. Сразу зашли. В принципе, норм. Норм. Так, вот этих мы, ребята, убираем. Надеемся на что-то. Ну, слишком дофига туманников. Дайте что-то другое. Так, что нам? Чем-то подбафнуться есть. Ну, вроде всё неплохо. Давай смотреть, что он будет делать. По идее, мы первым оквист кидаем. И, надеемся, ему как-то занять его нечем будет. Ну да, он будет золотить свои отряды. Как бы нам вообще параллельно на это дело. Мы будем свои дела мутить. После четырёх ходов он отнимет по одной силе у всех незолотых отрядов противника. Затем вернените его. И потом вообще можно будет сыграть, короче. Можно просто так, как карту шесть силы. Он сейчас такой, ёпта, оквист, что же с ним делать? У меня нет ничего, ни гром, ни альзура, ничего. Я же золочу своих вот этих покемонов. Мне же норм. Да, подкрепление, все дела, золотит. Молодец. Так, подожди. А что нам сыграть? Если я тума... Лешего, наверное. Лешего играем. Надо не отставать от него по картам. Вот как-то так. Потом всадников. Если что, там можно командирский рок юзнуть. А валахо нам на второй раунд? Нам надо первый играть по-любому. Ах ты ж гад. Ах ты ж гад. Стоит ли мне его бафнуть? Стоит ли мне его бафнуть? А то он не доживет. Нет, ладно. Пускай если хочет, контрит его как угодно. Фиг с ним. Конечно, обидно, но... Пусть лучше он и его одного бьет. Да, требушетиком. Давай, бей. Зато он мою мелочь не трогал, а я ее разбафаю. Иди ты лесом. На, вот он еще раз играет. Вот она. Тактика. Хорошо, ты этого парня убил. Красавчик. Знакомься. Брат-близнец. У нас еще валах есть как запасной план, поэтому норм. Я и не за такое убивал. Что за адская тактика? Что мы делаем? Так, тут пока семера. Семера. Кого бафнуть? Вот этих на пятерку. Чтоб если что, он там не сжег. Если их на семерку всех бафнуть, они очень красиво получатся. 48. 75, чувак. Правда, вот эти подставили сейчас, как бы, да, под казни. Ну, обычно в той колоде никаких казней не бывает. Поэтому вот такое. Все, у нас есть валах, пусть и две карты еще возьмем. Сейчас еще нам две карты дадут. У нас еще древний туманник, как бы, на столе. У нас все неплохо в целом. Ключника бы мне какого-то там... Так, погода пришла. Ключник пришел. Отлично. Ну, мы сразу валах, делаем преимущество по картам. Пытаемся, да? Блин, столько погоды. Ну, мы сейчас будем из него карты тянуть. Что нам делать? Для этого мы первый раунд и выигрывали. Что у него тут? Вот я могу у тебя этого Мирхтара вытащить, к примеру. Да, валахом его подбил. Ну, молодец, что? Что я тебе скажу? Я тебе скажу вот что. Я тебе скажу белый хлад, парень. Давай посмотрим. Если что, мы можем воинам Дикой Охоты тут слушать что-нибудь. Угу. А, ты типа моих туманников убил? Лол. У меня есть чем призвать, поверь. У меня еще как бы две погоды. Не находишь? Шторм я, наверное, на следующий раунд приберегу. Чем могу помочь? Давай. Жди. Держи еще погоду. У меня монстры на погоде, парень. Не переживай. У меня норм все с погодой. Давай, картишки нам сюда выкладывай. Мне терять позже, не теряйте. Ага. Кровобарон. Его тоже, кстати, изменили. Чур у него теперь бафает вражин. Но не в этот раз. Он там что-то каждый раунд потрясил и кому-то рандомно накидывает на их стороне. Ой, какой ты страшный. Какой ты страшный. Давай вот так. Он у меня на следующий ход перейдет, если его сейчас не пришибут. А его не пришибут. Отлично. Он вот это своего вилент дракона, короче. Все, я пасую, парень. Все. Все, успокойся, не психуй. Хотя ему можно было, по идее, попытаться дожать. Но только вот с этим драконом как-то нет. Абалак сыграл свою роль. У него одна карта, у меня две. И я не зря старался выиграть первый раунд. Так, у меня еще и плюс. У меня не чудовище используется. Ариедин ушел. То есть все отлично у нас. У нас есть чем подбафнуть наших вот этих вот туманников. Сейчас я еще у него что-нибудь выдерну. И все будет еще шикарно. Ну, скорее всего, вот этого вот. А, жди, он так тоже что-то нравится. Ах ты ж скотина. Он его вот зачем. Ах ты ж негодяй. Ай-яй-яй-яй так делать. Ай-яй-яй-яй-яй. Кто ж так делает? Ну, давай я пока Иридина сыграю. Карантира. Почему я все время путаю? Давай я карантира сыграю. Требушейте кем. Ой-яй-яй. 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 Читер-читер. Куда деваться? Давай мы сюда сыграем. Так, ты у нас куда во второй ряд встаешь? А, кстати, это не очень. Мне во второй ряд не надо. Мне надо в осадный, по идее, ряд. Поэтому ладно. А я все же залю один фиг. Да, надо было хотя бы подамажить. Я забыл, что у меня штормские лиги. Ну, пофиг. Ладно, не важно. Но вряд ли он мои вот эти вот все перебьет чем-то там. Я медичка. И если что-то советую, то знаю, что говорит. Я надеюсь, что он не перебьет. По крайней мере. Что ты будешь делать, парень? Ну, он слегка в дерьме, поэтому я не знаю, что он будет делать. Что ему может вообще спасти. Цела. Я бы поступила иначе. Ну. Да у нас же ничего нет. Разведчик рубал. Давай мы играем погоду. Я, конечно, себе минусую, но что поделать. Вряд ли у него какая-то турбокарта одна осталась, которая там все изменит прям. Пас. Пас, парень. Да, парень пасует. Мы тут еще немножечко так, типа... А мы еще вот так умеем. Все прекрасно. То есть монстры на погоде вполне все играются. Ну, как бы... Как бы норм. Так, 2050. Ну, вот почти восьмой рейтинг уже взят. Отлично. Продвигаемся. Продвигаемся этой колодой. Как видите, ей вполне себе возможно тащить. Единственное, что она стоит нифига не дешево. Но зато она того стоит на самом деле. На этом же всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok